Загадочная находка в бразильских джунглях потрясла весь мир, как Кит оказался в лесу. Время от времени происходят загадочные или кажущиеся таковыми вещи, которые приковывают к себе взгляды миллионов людей. Ведь мы любим все странное и таинственное, бурно это обсуждая и выстраивая теории. Только вот события эти могут быть весьма и весьма печальными. 24 февраля в бразильском лесу местные жители нашли тело Кита. 8-метровое тело было обнаружено на острове Маражо в 15 метрах от берега. Власти уже объявили о создании межведомственной комиссии, которая займется расследованием беспрецедентного случая. Отмечается, что это не взрослая осыпь, а почти годовалый детеныш, тело которого достигает 8 метров в длину и 6 метров в ширину, если измерять по плавникам. К сожалению, люди нашли Кита уже мертвым. Одной из главных загадок стало не то, что тело было обнаружено так далеко от воды, а то, что произошло это в Бразилии. Обычно в это время года Кита мигрирует в более теплые воды. Мы до сих пор не уверены, как он здесь оказался, но предполагаем, что млекопитающее плавало у берега, а прилив, волны которого в последнее время были довольно сильными, выбросил его вглубь леса. Более того, мы озадачены тем, что горбатые кит делают на северном побережье Бразилии в феврале. Это крайне необычное явление, отметила представительница власти Рената Эмин. Предполагается, что Дитяныш каким-то образом отбился от стаи и продолжал плавать вдоль берега, пока его не выбросило на сушу чрезвычайно сильным приливом. В пользу этой версии говорит то, что ученые не обнаружили на теле Кита следов повреждений. Однако было принято решение провести вскрытие, поскольку существует версия, что океан выбросил на сушу уже мертвого Кита. Малыш мог погибнуть, наглотавшись пластикового мусора, который в огромных количествах курсирует в водах по всему миру. Независимо от результатов вскрытия уже принято решение, что тело млекопитающего оставят на месте для естественного разложения, а позднее скелет Кита передадут в Музей естествознания для дальнейшего изучения. Горбатые киты – одни из крупнейших млекопитающих, которые стали объектом китобойного промысла еще в XVI веке, хотя активное коммерческое истребление было развернуто в XVII. К середине XX века было уничтожено 90% популяции этих китов. В настоящее время отлов горбатых китов либо полностью запрещен, либо строго ограничен, что позволило виду получить статус благополучной в Красной книге. Привычка всегда держаться у берега делала китов лакомым кусочком для китобоев, что существенно облегчало охоту на них. К сожалению, и сейчас это служит им плохую службу. Дело в том, что таким образом многие особи запутываются в рыболовных сетях, которые из-за отсутствия эхолокации они не способны обнаружить. Горбачи довольно легко привыкли жить рядом с человеком, однако увеличивающееся количество пластиковых отходов в Мировом океане вновь ставит их популяцию под угрозу. Хотя не только их. В целом, конечно же, ситуация мало от нас зависит, но ведь не зря говорят, что, если хочешь изменить мир, начни с себя. Промышленность не скоро откажется от использования пластика, но ты можешь сделать это уже сегодня. Пластиковые пакеты можно успешно заменить и косумками, которые в последнее время получили большое распространение. Пластиковые из тканчики и бутылки можно с легкостью заменить одной единственной термокружкой. И так далее. В последнее время говорить о спасении планеты стало модно, что, с одной стороны, привлекло дополнительное внимание к проблеме, а с другой, привело к появлению пазеров, которые кичатся своими достижениями в социальных сетях и, кроме праведного гнева, не вызывают иных эмоций. Хотя, стоит признать, даже это способствует популяризации позитивных тенденций.